К другим темам. Лето для детей наиболее травмоопасный период. В детском лагере Прометея в Калининском районе прошло профилактическое мероприятие, организованное региональным Минздравом. Ребятам рассказали, как избежать несчастных случаев. Инструктаж выслушала и Наталья Чекет. Сначала детям рассказали об опасных ситуациях, которые могут возникнуть на дороге и к чему приводят нарушения правил дорожного движения и невнимательность на проезжей части. Затем ребята отправились на мастер-классы. Им рассказали, как оказать первую помощь, какими подручными средствами это можно сделать. Кроме того, дети познакомились с оснащением скорой. Это называется аппарат искусственной вентиляции легких. Мы его включаем, подключаем к бортовой системе, там есть кислород. Подключаем к бортовой системе, здесь ставим параметры, да, ну, возраст. То есть оно качает воздух туда? Воздух в легкие прям попадает за место человека. Да, если человек сам не может дышать, за него будет дышать аппарат. Как отмечают врачи, в экстренных ситуациях нет времени на раздумья. И необходимо действовать четко и грамотно еще до приезда скорой помощи, чтобы спасти жизнь человека. Поэтому такие мастер-классы актуальны и для детей. А вот нужно объяснить ребенку, как понять, что это, например, тоже кровотечение, да, чем оно отличается артериальное от венозного кровотечения. Или если, ну, с точки зрения мобилизации, если прям видно, что это кость сломанная, да, там открытая рана какая-то, косточка торчит, опять же, кровотечение оттуда. Вот, то есть это надо вот в игровой форме объяснить ребенку, чтобы он понял. Мальчишки и девчонки подошли к вопросу не только с интересом, но и с большой ответственностью. Ведь никто не знает, когда могут пригодиться полученные знания. Там надо подойти и вот если есть бинты с собой, перемотать и вот найти картонку сделать тоже, вот если перелом. А если человек потерял сознание, сделать или вот легкие не дышат, у него пульса нет, точнее пульс есть, но легкие не дышат, то надо же делать искусственное дыхание. И надо обязательно проверить пульс вот здесь, вот сколько раз будет бить. Волонтеры-медики в интерактивной форме показали ребятам, как действовать в экстренных ситуациях. В частности, провести сердечно-легочную реанимацию. Из желающих потренироваться на манекене и провести условную реанимацию выстроилась целая очередь. Раз, два, три, четыре, пять, пять, шесть, семь, восемь, девять. Также для ребят был подготовлен квест по здоровому образу жизни. Пять станций о принципах правильного питания и физической активности. Потому что лето дети часто сидят дома, сейчас многие в телефоне, на улицу не выходят, о здоровом образе жизни, о физической активности все забывают. И родители тоже вынуждены работать много, и поэтому, может быть, дети станут, скажем так, примером для своих родителей даже в какой-то степени. Теперь ребята смогут помочь как себе, так и своим близким и подсказать какие-то нужные действия в случае экстренной ситуации.